В мэрии попытаются частично решить одну из самых острых проблем Красноярска. Очереди в муниципальные детские сады. С 1 апреля вступит в силу постановление администрации города о комплектовании дошкольных учреждений, в котором есть существенные изменения. Например, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это матери и отцы-одиночки, малоимущие и другие перестанут быть льготниками. Этого потребовала прокуратура из-за большой коррупционной составляющей. Им неоднократно поступали жалобы о том, что в борьбе за место в детском саду красноярцы не только дают взятки, но и нередко прибедняются, сообщают заниженные данные о доходах или даже фиктивно разводятся, чтобы попасть в категорию «неполная семья». Льготниками же будут считаться сотрудники правоохранительных органов, наркоконтроля, службы исполнения наказаний, таможенники, а также работники самих детских садов и педиатры, прикрепленные к ним. Устроить своего ребенка в детский сад смогут только жители нашего города, либо гости, получившие временную регистрацию. Кроме того, встать в очередь можно будет лишь в одном районе, а не в нескольких, как это практикуется сейчас. Если он стоит на очереди в нескольких районах сейчас, он определяется, в каком районе он остается на очереди, и в остальных районах очередь его аннулируется. Мы хотели бы поддержать социально незачащенные категории работников дошкольных образовательных учреждений в связи с тем, что у нас нет кадров образовательных учреждений дошкольных. Они получают небольшую зарплату, и в целях поддержки таких работников внесена такая льгота. Продолжение следует...